Всем привет! Добро пожаловать в Аленку Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматерапии. Ароматерапия через ароматы, но не через все ароматы, а через определенные ноты, которые содержатся в этих ароматах. Я выделила несколько нот, несколько составляющих, растения и какие-то вещества, которые способны дать нам те или иные эмоции. Расслабить нас, снять стресс и делать нас немножечко счастливее, немножечко радостнее, вернуть нас в наше детство, подарить нам моменты приятные, радостные или немножечко грустные, с горчинкой, ностальгии. В общем, о таких ароматах и о таких нотах я бы хотела бы сегодня с вами поговорить. И первая нота, которую я хотела бы с вами обсудить, это лаванда. Лаванда, как мы все, наверное, уже знаем, способна, несет в себе хороший такой расслабляющий эффект. Если мы делаем, например, ванну принимаем с лавандой перед сном, то мы хорошо засыпаем. Это факт. Я пробовала, насыпала в мешочки вот прям такой отвар с лавандой, и это прям действует безупречно. Ты вот выходишь из этой ванны настолько расслабленным, что ложишься спать и все, спишь как младенец. Это очень приятное чувство, приятные ощущения. То есть я на себе проверяла. И аромат, который есть у меня в моем арсенале, посмотрела на шкаф, в моем арсенале с лавандой, это Music for a while от Фредерик Маль. Music for a while у меня вот такой 10 миллилитров, флакон. Я в нем слышу лаванду. Я знаю, что многие в этом аромате слышат еще, ну как и заявлено в пирамиде, ананас. Ананаса я здесь не чувствую. Для меня это аромат сголовенствующей, красивой лавандой. Такой, знаете, еще не совсем, ну уже не свежий, как бы, ну не только вот свежесрезанный, да, такой вот прям свежий. Чуть-чуть подсохла, которая чуть-чуть уже постояла, подсохла, но еще не такого хруста, что вот прям, знаете, как такая сухая лаванда. Аромат бесподобный, аромат великолепный, очень такой вот какой-то прям скройный, идеально, ну на мой взгляд. Ну, слушайте, я люблю Фредерик Маль, мне сложно вообще их критиковать, как и любые другие ароматы, честно говоря. Кто и такая. Этот аромат прекрасен. Этот аромат прекрасен, и он действительно несет в себе очень расслабляющее действие. Может быть на меня, может быть психологически на меня это так работает. То есть, если я этот аромат наношу вечером, уже дома, ну то я чувствую себя более расслабленным. Это тоже факт. Первая нота – расслабление, снятие стресса, лаванда и мюзик форвайл. Итак, следующая нота – это ваниль. Ваниль тоже способна нам дарить релакс, но для меня ваниль – это более такая радостная нота. А радостная, позитивная, которая вот способна меня вот как-то взбудоражить, немножечко приподнять, приосанить, повеселить, скажем так, да? Для меня. Для меня вот ваниль именно такая. И единственный аромат, самый прекрасный и бесподобный с ванилью, который я подобрала для этого видео – это Энбуа ваниль от Сержа Лютанца, естественно. А здесь ваниль вот именно радостная, приятная, позитивная. Аромат очень позитивный, не сладкий, что я люблю. Здесь она не кондитерская ваниль, а вот какая-то, знаете, древесная, немножечко такая с дымком, с фруктами. В общем, этот аромат, он прекрасен, и вот он для меня аромат счастья, аромат радости. Если я чувствую, что я такая немножечко сгрустнулась, ну, слушайте, мы же не каждый день источаем просто радость и безумное веселье, да? Если я чувствую, что я вот немножечко потухла, этот аромат всегда приходит мне на помощь. Энбуа ванил с ванилью, ну, и с много чем еще. Но вот главенствующийся здесь, конечно, ингредиент – это ваниль. Так что вторая нота, которая дарит мне радость, которая меня немножечко так, ну, приободряет, давайте так назовем, это ваниль и Энбуа ванил Сержа Лютанца. Следующий – это, скорее всего, более будет ассоциация, вещество, да, запах. У меня нет аромата с этим запахом, но эти ароматы четко меня радуют и заставляют почувствовать себя в безопасности. Вот, понимаете, Невея, крем Невея, любые вообще вот такие вот детские крема, их запахи возвращают меня, видимо, в детство и заставляют чувствовать себя в безопасности. Вот так или иначе, в те времена, когда ты был окружен абсолютной заботой, абсолютной любовью, ты был в безопасности, ты был в счастье, тебе не нужно было думать вообще ни о чем. И вот эти вот ароматы, они такие якорьки для меня, которые возвращают меня именно вот туда, туда. Вот этот аромат детской присыпки, да, аромат вот детского крема такого, знаете, с собачками, помнишь, были? Помните? Помнишь? Помнишь? Вот они для меня именно работают вот на таком психологическом уровне, заставляют почувствовать себя спокойно, safe, безопасно, ну и хорошо, и хорошо. Это такая ностальгия, знаете, немножечко с грустью, но она очень приятная. Я знаю, что есть крем, ой, не крем, аромат с этим вот, аромат Невея, с ароматом крема Невея, но я его никогда не видела у нас в продаже, напишите, если вдруг у кого-то есть. Я бы очень, конечно, хотела его попробовать, к сожалению, нигде не могу найти. Так что вот такая нота, будем ее называть детская нота, да, нота детства, нота вот что-то вот из детства. Она способна вот нас так вот охранять, да, заставляет нас чувствовать себя под охраной. Следующий аромат, тоже такой немножечко ассоциативный аромат любимого человека. Вот когда вы испытываете дикий стресс, ну когда у вас переживания какие-то, когда вы, ну, грустите, плохо вам, достаточно обнять любимого человека, почувствовать его запах, будет у вас все хорошо, ну, будет легче, это вот, ну, сто процентов, естественно. Если, если по близости нет любимого человека, то на помощь приходят ароматы, конечно. В моем случае это два аромата. Первый аромат это шерги от Сержа Лютанца. Вообще у Лютанца очень такие эмоциональные ароматы. Вот они действуют очень хорошо, ну вот прям, они вот как бы цепляют. Не когда ты их нюхаешь, вот когда ты что-то вспоминаешь, связанное с твоей жизнью, когда ты вдыхаешь эти ароматы. Ну, в общем, вы меня поняли. В общем, шерги. Шерги это для меня, ну, запах моего детства, запах дедушки, не знаю почему. И, в общем, этот аромат тоже доставляет мне массу удовольствия. Когда я его вдыхаю, я переношусь вот в тот период, когда я была, опять, повторимся про детство, в тот период, когда я была абсолютно счастлива, счастлива именно детством, детское счастье такое вот прям беззаботное. И этот вот аромат у меня ассоциируется с этим. И вот когда мне очень плохо, этот аромат мне всегда помогает. И следующий аромат, аромат моего мужа, ну, если вдруг его дома нет, это Грансуа Майзон Францис Куркеджан. Этот аромат четко ассоциируется у меня с моим мужем. Это только-только его аромат. Я никогда ему не душусь, никогда ему даже не пробовала ни разу, вот клянусь. Вот я знаю, если я его обниму, вот он будет пахнуть так. Ну, или отголосками этого аромата, шкаф, там, свитера и так далее. Может быть, это немножко интимно, но это факт. В общем, запах любимого человека заставляет вас почувствовать себя хорошо, лучше. Вам становится лучше, вы чувствуете любовь, чувствуете, опять, безопасность, да, вот все вот крутится вокруг вот этого вот понятия. То же самое, если мы приходим в дом к родителям. Я уже сто лет не была дома у мамы и папы, но я до сих пор помню, как там пахнет. Я до сих пор помню, как пахло у моей бабушки с дедушкой. И вот этот вот аромат родительского дома, дома, где ты вырос, дома, где ты проводил вот эти вот часы прекрасные, ну, всякие, 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 становление свое, да, аромат вот этого домашнего очага тоже способен дать нам очень приятные эмоции подарить. Вот так. Это у нас была четвертая такая нота ассоциации, да, запах любимого человека. Значит так, поднимает настроение, вот просто вас поднимает, окрыляет, заряжает позитивом, настраивает на обалденный лад, запах выпечки и шоколада. У меня здесь два аромата с этими составляющими, Жо-де-По и Чоколад Гриди от Монталь. Жо-де-По Сержу Танс, Чоколад Гриди от Монталь. Запах выпечки, вот знаете, вы заходите в дом, где пахнет выпечкой, и вы уже там чувствуете себя хорошо. Свежий, свежеиспеченный хлеб, печенье шоколадное, шоколадный торт, эти кексы шоколадные, знаете, если в доме пахнет так, то это очень уютно, это очень тепло, это очень, ну, счастливый дом, счастливый дом. Не зря многие агенты реал-эстейт, да, которые продают такую дорогую недвижимость или даже квартиры, да, перед тем, как проходит просмотр вот этих помещений, они, ну, конечно, там не гурме, ничего такого сверхъестественного. Естественно, какие делают какие-то, выпекают в духовке какие-то пироги или печенье или так далее. И когда человек приходит смотреть квартиру, которую он хочет купить, и которая пахнет вот именно свежей выпечкой, это вот плюс 100 баллов к этой квартире. Если вы придете даже в квартиру, где будет в 100 раз красивее, там, выше потолки, длиннее балконы, ну, там не будет пахнуть шоколадом, вы, скорее всего, запомните квартиру, где пахло вот именно выпечкой, которая дала вам вот эту вот атмосферу, подарила вот этот уют и вот эти вот приятные такие воспоминания. Так что, Жо Де По, аромат выпечки, обожаю его, дарит мне всегда радость, ну, что говорить. Ну, и то же самое могу сказать Чоколад Гриди. Чоколад Гриди очень вкусный, реально съедобный аромат шоколадного печенья. Прекрасный, один в своем роде, не встречала ничего подобного. Вот две таких ноты, да, шоколад, ноты выпечки, которые способны вот просто нам на раз-два-три поднять настроение и как-то порадовать нас, да. Следующий аромат, простите, чтобы я просто ничего не забыла. Следующий аромат, который, ну, может быть, странно так, который тоже дарит нам счастье, радость, это аромат крема для загара. Аромат крема для загара, вот автоматически, даже если вы где-то вот зимой, да, вдыхаете вот аромат крема для загара, да, который может присутствовать в каких-то парфюмах, да, как мы знаем, это автоматически переносит вас в лето. Отдыхали вы летом на море, не отдыхали, но вот этот запах, он переносит вас именно отпуск, счастье, беззаботность, вам хорошо, лето, солнце, жара. Да, вы просто на расслабоне. Для меня этот аромат, естественно, Иланг Инголд от Миколев. Еще есть аромат у Исталоудер, вот прям годес, по-моему, да, он называется с кремом для загара. Очень тоже красивый, мне нравится, но я его не буду брать, потому что у меня вот есть вот это вот чудо. Это для меня аромат лета, аромат и крема для загара, и кокоса, и нагретой кожи, и каких-то фруктов, коктейлей, в общем, всего-всего-всего-всего-всего, что прекрасно летом для меня это этот аромат. Поставлю сюда, потому что мне тут уже на скамеечке некуда ставить. Вот такой вот тоже запах, который автоматически нас переносит в какие-то моменты нашего счастья, да, эмоционального. Ну, дальше будет такая нота, с которой у меня нет ни одного парфюма, это нота ромашки, которая так же, как и лаванда, способна нас успокоить. Ну, насколько я знаю, лаванда это уже как бы, ну, даже, ну, не знаю, научно доказано, нет, ромашка это так, знаете, если на вас действует, действует, не действует, не действует. На меня, например, ромашка совершенно не действует, я люблю ее вдыхать, но сказать, что вот я прям выпила на ночь чай с ромашкой, отвар, отвар с ромашкой и пошла сладко спать, нет. На меня не действует ромашка, она меня не успокаивает, она меня не расслабляет, просто мне нравится ее запах. Ну, а если вы действительно ищете что-то такое вот с ароматом ромашки, новинка Gucci Mimoire, она вот пахнет ромашкой. Очень горькая, такая зеленая, горькая композиция, очень необычная, мне очень понравилась, поэтому если ищете аромат с ромашкой, их, кстати, не так уж и много, то обратите внимание на новинку от Gucci. Я обязательно себе ее приобрету, пока еще, пока еще не собралась, но приобрету, ближе к лету, к нашему, к нашему австралийскому лету. Ну что же, вот такое было видео, я не знаю, может быть немножко сумбурно, я постаралась писать для вас вот эти вот ноты, которые, ну, лично для меня они так работают. Пишите, работают ли в том же направлении эти ноты для вас, пишите о ваших нотах, которые заставляют вас расслабиться, почувствовать какой-то, не знаю, антистресс, да, получить. Пишите о них, мне всегда очень приятно вас читать, всегда очень приятно с вами общаться. С вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао, пока.